На старых фотоснимках лица людей, сто лет назад лишившихся Родины, победа Красной над Белой армией ознаменовала начало массовой эмиграции. Более 10 миллионов человек разъехались по планете, создав так называемый русский мир за рубежом. И для них, и для страны, где они некогда жили, это была величайшая трагедия. Русский исход, он дал, это мы потеряли, а этот мир приобрел, он дал и философов, мыслителей, религиозных деятелей, тут можно перечислять, научных деятелей, деятелей искусства. То есть это было в мировом масштабе, это русское рассеяние, оно дало феномен именно мирового масштаба. Новая выставка, открывшаяся в Пензенском музее русской армии, посвященная столетию Великого исхода, готовилась более года. Всё это время вёлся поиск реликвий, хранящихся у потомков эмигрантов. Личные вещи, предметы воинской амуниции, за каждым экспонатом история человека или целой семьи. Некоторые из них когда-то проживали на территории Сурского края. По подсчётам историков, в Пензенской губернии потеряло порядка 100 тысяч человек, погибшими, умершими от болезней, от расстрелов, от голода. Это был огромный удар. Музеи с такой коллекцией реликвий, как в Пензе, не только в России, но и во всём мире, можно пересчитать по пальцам. Тем ценнее сотрудничество, которое наладил с ними Томас Янчаускас. Когда-то созданные эмигрантами Центры российской культуры за рубежом, в США, Парагвай и Бразилии, предоставили для нашего музея часть экспонатов. Это люди, говорящие на прекрасном, немножко старомодном русском языке. И заказавшись за границей, они воссоздали в своих домах и сообществах образ России, который они помнили. Они построили много церквей православных, они открыли русские школы. К сожалению, небольшой зал не позволяет представить всё богатство собранных фондов. Однако после создания на базе Старого краеведческого музея военной истории Пензенской области одно из самых больших помещений отдадут детищу Томаса Янчаускаса и его соратников.